Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Как избавиться от постоянного и истощающего желания больших денег, когда я иду по улице и вижу дорогие автомобили, квартиры в хороших районах, то несколько становятся сильнее за себя. И у меня внутри будет большая дыра чёрная, которая из меня вытасывает всю энергию, заставляя хотеть большие деньги, а что и прочее. Я обычная девушка из простой семьи, у меня даже нет мужа пока, и поэтому оселить всё такое считаю невозможным, но эта дыра в дырах не даёт мне покоя. Думаю влечь в себя в общение с друзьями, хобби, чтение книг и благодарить за то, что есть. Нет, ну вы, конечно, можете это делать, только, на мой взгляд, чувство стыда, оно с этого никуда не уйдёт. Вот. То есть, чувство стыда, это вот в данном случае ощущение, что, ну, ощущение, как бы, как бы, что без денег, вы, вот, какая-то, ну, не такая, да, вот, денег, с вами, с вами что-то не так. Вот. И так далее. Вот. Поэтому, я думаю, что для начала нужно посмотреть и поисследовать, откуда у вас вообще. Возникает чувство стыда, то есть вот, ну, что это за чувство стыда и как оно, в общем-то, появляется, в принципе, это чувство стыда, да? Вот. Да, потому что, вряд ли оно появляется просто так. Так. А деньги, 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 это следствие, как мне кажется. Деньги, это следствие, это следствие того, как вы обращаетесь со своими, ну, со своими чувствами. Вот. На мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд. И, соответственно, нужно, наверное, в первую очередь смотреть, значит, каким образом вы сравниваете себя с другими людьми, во-первых. То есть, ну, вот, именно, вот, конкретно, вот, как получается, что вы сравниваете, сравниваете себя с другими людьми, в принципе. Как вы к этому приходите, опять же, потому что, вряд ли, вряд ли вы испытываете стыд, ну, только, ну, в контексте денег. Так. Вот. На мой взгляд. На мой взгляд. Вы, скорее всего, испытываете стыд в общем-то, в общем-то, в общем-то, не только, не только, не только когда. Да. Эм. 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 Ну, ну, вот. Сталкиваетесь с, эм, с деньгами. Эм. Эм. С деньгами. Вот. Ну, и в других, эм. Эм. Ну, в других, эм. 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 В других, эм. Раскладах, при других. Раскладах. Вот. А, здесь очень важно, вот, понимать эту историю. А, видеть ее. Вот. И дальше, вообще, собственно говоря, что изменяется. Работать над собой, проживать какие-то свои чувства, и собственно говоря, уже исходя из этого, как-то менять картину мир. Есть у меня такое впечатление, да, есть у меня такое подавление, если хотите, вот, что деньги это просто... Ну вот, такая форма. То, как вы обращаетесь со своими переживаниями, со своими эмоциями. Поэтому избавляться от этого, вот, именно, именно избавляться от этого, но переключать своё внимание на что-то другое. Например, переключить своё внимание на что-то другое, вполне мощно, вполне нужно, вполне реально это сделать. Другой вопрос. Как вы будете, в общем и целом, к этому, ну, как-то вот, приходить, да? Как вы будете, как вы будете, как вы будете, вот, вот, такая, такая сторона. Такой момент. Я думаю, что вы довольно сильно, как мне видится, ну, как не видится, и кажется, как вы довольно сильно обесцениваете себя. И это обесценивание, оно как раз и приводит к тому, что вы хотите денег для того, чтобы как-то вот, себя, ну, скажем так, поднять вам, потому что больно, потому что вот это вот ощущение неполноценности, неполноценности. С другой стороны, с другой стороны, вы здесь не обращаете внимание, как мне кажется, на то, чего вы сами хотите, вот, то есть не на деньги, вот, не на какие-то богатства, а на то, что вам, что вы, что вы, что вы, ооо, а на то, что вам нравится. Ведь зависть, это, на мой взгляд, неплохое чувство, оно ведь дает возможность человеку, вот, кто или и на той или и на степени, расти, вот, оно даёт, она даёт возможность, кто или иной, ооо, степени человеку развиваться. Понимаете? Да? Вот, такая вот история, такая вот история, ну, как мне видеть, поэтому научиться, научиться всем этим управлять, и направлять в конструктивное русло, очень даже может, на мой взгляд, очень даже может. Но для этого, чтобы это делать, вам скорее всего нужна будет помощь, помощь психолога, потому что самостоятельно вы, скорее всего, этого сделать не сможете. Так как находитесь в области привычных паттернов мышления, и в привычных находитесь вы мыслях. Это вам, собственно, и не позволяет, на мой взгляд, увидеть для себя вот то, что могло бы быть, то, что могло бы произойти, и как это может быть, ну вот, чем-то хорош для вас. Вот. Я думаю, что он, опять же, психолог может вам в этом помочь. Такая вот история, такой ответ, я думаю, вам можно будет видать все сейчас. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен, значит, за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, это позволит вам сформулировать базовые постулаты, значит, для психотерапии, вот. Позволит вам формулировать эти постулаты для психотерапии, вот. Ну вот, желаю, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо. Спасибо.